всем привет как обычно нынче у нас разговор про использование библиотек при разработке под linux и в этом разговоре к сожалению довольно много говорили а вот что возможно нас слегка в процессе вот лекция ограничит в возможность демонстрации чего-то технического ну посмотрим сколько успеем столько продемонстрирую к сожалению опять таки мы не можем себе позволить устроить такой обзор инструментариев обзор библиотек которые вообще бывают когда вы программируете под linux потому что все что вообще существует на спете да за очень небольшим исключением ну или скажем так за несущественным исключением есть подлин но в том смысле что наверное есть инструментарии решающие прикладные задачи которые разработаны под конкретные операционные системы но под другие операционные системы такие инструментарии тоже есть и вот что что скорее всего та задача которую собираетесь решить так или иначе до вас уже решена или как минимум сделаны под нее соответствующие наработки вот особенно это касается если вы не соберни не 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 находитесь на так сказать острие развития событий не занимаетесь какими-то супермодными фишками под которые значит ток ток и начали им заменить заниматься вот а хотите решить ну там обычную пользователь вот в этом смысле под любые операционные системы давным-давно уже есть все и это одна из главных концепций которые стоит поддерживаться когда вы даже не то чтобы подлинных разрабатывать а зарабатываете вообще тем более что если речь идет конкретно о так сказать линуксовой инфраструктуре то там скорее всего то что вы будете делать будет свободу под свободной лицензии а это значит что вы можете пользоваться всем на многообразием программного обеспечения и библиотек выпускаемых под свободной лицензии совершенно безо всякой задней мысли вот кстати наверное надо устроить разговор про лицензии если вы не было потому что это в разговор важный но он будет совсем уже на бла-бла и поэтому наверное мы устроим ближе к концу семестр чтобы не делать домашнего задания туда вот упадающего в сессию и тем не менее свободное лицензирование того что вы делаете позволяет вам пользоваться всем многообразием инструментариев которые также выпускаются под свободной лицензии коих немеренно много вот я даже наверное это вот то что вы видите перед собой это копипаста плана лекций двенадцатого года вот видите я сначала сюда пошел потом сюда пошел вот и тут даже есть еще разговор хорошо ли это или плохо что на каждую задачу существует сто пятьсот различных вариантов решения вот но мне кажется что современное информационное пространство устроено так что мы с вами понимаем что это хорошо то есть главное уметь искать то есть еще видите там условно 10 лет назад мы могли задаться вопросом а может ну лучше не так может быть лучше какую-то одну большую хрень в которой есть ну там условно все да и искать не надо в гуглить не надо да кстати мы сегодня будем заниматься одним одной большой хренью в которой есть условно все просто из соображений потыкать во что-нибудь вот но на сегодняшний день мне кажется ответ очевиден да много это хорошо значит поначалу очень много и вам трудно разобраться потом выживают сильнейшие вот среди этих сильнейших ну скажем так успешнейшим дамы те те которые более удобны которые более пригодны для кого для сам комьюнити вот вокруг которых образовалось достаточно хорошее сообщество тем или иным способом да неважно каким вот вот это то и будет ваш в значит точно также вот странно действительно как как поменяла все за 10 лет ну за 8 да точно также вообще говоря на мой взгляд уже нет необходимости обсуждать хорошо ли это или плохо так называемый них синдром not in that home мы это сами не написали мы этой библиотеке не доверяем давайте сами напишем еще одну опять таки если 10 лет назад можно был на этот счет спорить и доказывать нет 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 не надо писать еще одну давайте возьмем нормально вот то по нынешним временам мне кажется вопрос тоже не обсуждаемый то есть ну все уже решили до нас если это не в лиден edge если это какой-то вот передовой край науки окей круто пишите что хотите это будет вам в карму плюс а вот если это задача которую до вас уже решали там хотя бы в десяти местах не говорю все то писать еще одно решение нужно только в одном случае если вы хотите упражняться руками в решении этой задачи вот то как мы решаем наши задачи вот здесь да то есть вот домашние задания имеет смысл решать реимплементе какие-то велосипеды или отдельные детали велосипеды а продакшен имеет смысл делать пользуясь тем что вы находите в интернетах вот под соответствующей лицензии решающий ваш сам так что сначала поиск потом разработка потому что вы должны понимать состояние дел с инструментариями по вашей прикладной задачи который вы собираетесь значит здесь был список ресурсов я его удалил потому что он начинался source ford же повторяю это был план двенадцатого года вот сейчас опять-таки ситуация поменялась с одной стороны есть гитхабище на котором есть все в том числе дикое количество трэша понятное дело да но скажем так если вы хотите просто поискать какой-то проект про что-то первым делом вы идете на гитхаб вот это не означает что гитхаб единственное место на самом деле единственное место разумеется google ну в том смысле что вы сначала ищите в поисковике вот просто с очень большой вероятностью на сегодняшний день все это финиширует в гитхабе либо в битхабе будет основной репозиторий либо в гитхабе будет мир по меру вы выйдете на обстрел это тоже кстати очень частое явление помимо значит очевидного места сиди гугли и пошарить на гитхабе есть еще места на которые вы должны обращать внимание когда ищете свой инструментарий для вашей для вашей разработки это первую очередь такие вещи как репозиторий пакетов модулей для того языка программирования на котором разрабатываете потому что под тот же питон есть пакет индекс которым сотни тысяч пакетов под ноду есть под же ну джавскрипт на джесс есть соответствующие репозиторий на джессовские подруби руберский под перл перловые если кто-то еще пишет на перле да и даже под c++ тоже есть какая-то хрень но c++ он везде это если не на си пишутся да если вы пишете на каком-нибудь специфическом языке программировал еще одно место это информационное пространство тех сообществ с которыми вы имеете дело да если вы собираетесь написать какую-нибудь программу с гуй гуем графическим интерфейсом прошу прощения то скорее всего вы выберете какой-нибудь тулкит и все что связано с этим тулкитом будет вам в помощь а все что с ним не связано будет ну скажем так вам придется одно к другому прибивать это то чем мы заниматься не будем потому что у нас видите специфика курс такая что у нас нету графики мы все делаем в терминалке вот но это тоже о чем я чуть позже расскажу расскажу словами немножко советов от капитана очевидность когда вы ищете по полезный инструментарий у вас ну в первую очередь понятное дело надо задаться целью а для чего он вам нужен для он вам полезен то например если вы хотите доказать какую-то концепцию какой-то proof of concept написать что наверное вам не очень важно насколько велико сообщество и насколько она матерое такое да насколько она давно существует вообще какая там движуха если вы нашли какой-то проект который отвечает вашим идеям да то надо с этим проектом поработать и возможно вы его даже если он заброшенный возможно вы его реанимируете если ваши идеи пойдут жизнь если же ваша цель написание ну приложение то есть четко будет реально работать то тут в общем советы от капитана очевидность достаточно просты и вы должны смотреть насколько жила и активно сообщества вокруг разработки того инструментария которую себя нашли то есть что там с командой кто там его пишет один человек не один человек да как у них устроена сама информационная система то есть где у них хостинг исходных кодов вот 10 лет назад я бы сказал пользуются они системы контроля версии или не пользуются сейчас не скажу если они не пользуются системы контроля версии это не ваш выбор вот посмотреть насколько это сообщество давние то есть насколько как это есть подозрение что она будет считать и дальше то есть то тот проект который вы делаете можно будет поддерживать с помощью этого инструментария который тоже будет развиваться вот ну и в общем посмотрите как они пишут там внутри посмотрите лицензию вдруг у них какая-нибудь она извращенная хотя в последнее время извращенных лицензий все меньше один из неплохих ресурсов возможно он тоже кстати устаревший но тем не менее он вполне себе правильный это который называл раньше извините охлох вот а теперь называется openhub видимо кто-то ему рассказал что по-русски это звучит странненько это собственно инструмент анализа инструмент анализа активности популярности и вообще в принципе значит матерости свободных проектов вот ничего удивительного что в топ-10 тут все известно и нам нет не все вот это вот непонятно что такое почему он вдруг такой дать посмотрим что за x и xfs файл системы это если это xfs то почему вдруг он такой бешеный активный 2 да действительно очень интересное что-то ну давайте посмотрим да вот 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 мне тоже интересно неожиданно а возможно а возможно а возможно это ребята вот из этого проекта что как-то его пообьюзили ладно хрен бы с ним давайте посмотрим на что-нибудь другое не зря я не знал что это такое прям скажу давайте посмотрим на clown founder тут наверняка все по-другому но понятно это кубернетис это кубернетис ничего ничего удивительного что они тут это бешеная популярная штука о смотрите сильно вырывается в популярности хрень под названием dart language это какой то что ли язык программирование офигеть ну в общем вот ладно забейте это что-то 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 кросс-платформенная которая работает на железяк вот а вот насчет популярности вообще прям все прям все зеркально вот обратите внимание что пых все еще популярны да 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 я вспомнил спасибо спасибо андрей действительно я вспомнил что такое было и тут видите вопрос активности это же вопрос того насколько людей замотивировали на разработку и совершенно не обязательно эта мотивация но такая совсем уж open source на и вот случае вот этого вот этого вот артефакта я подозреваю что там все гораздо интереснее мы возвращаемся от наблюдения этой фигни на самом деле у гитхаб есть своя аналитика я даже туда не буду лазить чтобы лишний раз не 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 повторять сущности а вернемся мы к нашему разговору подводя небольшую черту в этом месте мы не будем заниматься поиском ну то есть не так у меня была идея сделать это просто времени не хватит вот поиском гуглением воображаемого толкета под воображаемую задачу вот а потом его использование я думаю что вы это сделать без меня возможно вы это сделать в качестве домашнего задания я еще не решу более интересная тема которую я как раз хотел осветить и посмотреть пощупать руками это тема больших инструментариев то есть смотрите-ка особенно кстати сказать она актуальна для сина для си она как раз решается не очень потому что чем толще инструментари тем огромнее дисциплина которая к нему приложена вот идея вот какая мы хотим написать программу приложение которое будет делать а мы еще не знаем что и очень хочется ну понятно да вот нам как девоксом да вот даже не как каким-то вот ресерчером именно как девоксом очень хочется взять руки один инструмент и с помощью него делать это самое все понятное дело что так не бывает но бывают инструментарии то бишь фреймворки то бишь коллекция инструментов на все случаи жизни таким как такой коллекции инструментов на все случаи жизни например являлся в свое время стл в си плюс плюс какое требование к инструментарию или вернее не так каково какой причины появления инструментария понятное дело что самое главное это будут удовлетворить потребность девоксом девоксом в том чтобы было связано информационное пространство в котором сразу рассказано про все да то есть некое место куда ты идешь и говоришь а как мне там работать с гуем а как мне работать с сетью а как мне сделать там какие-нибудь не знаю хэш таблицы вот ну словари как в питоне да если вы носите пишите и и так далее и тому подобное и все это как бы в одной библиотеке в одном том же месте не нужно 10 раз гуглить а потом еще значит писать прокладки между одним инструментом и другим кроме того не очень крутым фактом про инструментарии очень крутой факт то что как правило они кроссплатформенные особенно это важно если вы пишете на языках которые сами по себе не кроссплатформенные смысле требует дополнительных упражнений для того чтобы приложение к стал кроссплатформ на сина си плюс плюс на чем-нибудь такого на джал это понятно все везде одинаково и на питоне там условно одинаково а вот на си си плюс плюс понятное дело вы делаете бинарник вы зависите от библиотек и очень было бы неплохо чтобы например какие-нибудь потоки ввода вывода у вас были унифицированные они файловые в линуксе там какие-то еще винде какие-то еще там еще в каких-то из этих экзотических операционных системах вот то есть кроссплатформенность а в идеале она вообще прозрачный то есть вы заводите какой-то волшебный объект из вашего толки то и этот волшебный объект у него под капотом лежит такая реализация в операционной системе которые удобно в этой опцион операционной системе а у вас всегда одно и то вот это правда в основном для си плюс плюс но тем не менее что еще важно некоторые ну правда на самом деле ровно один толки про который я вот точно знаю он называется boost не только не только делается для того чтобы все собрать в одно место а еще чтобы потестить всякие фичи новые для библиотеки например для библиотеки языка си плюс плюс с тем чтобы потом ее потихонечку подпихнуть стандарт этой самой библиотеки то есть это такие расширения стандартных инструментариев стандартных тулкитов которые вроде как рекомендуется с соответствующими языками программирования в которых постоянно ведется research вот и который на самом деле далеко не всегда этот ресерч ну такой ну рискованный да тот же самый boost у него огромное количество инструментов которые давным-давно уже значит заматерели ими можно пользоваться вообще не глядя вот но понятное дело что там по разным причинам их в стандарт simply плюс не стандартной библиотеки не включают вот это тоже очень интересная штука потому что это означает что вот такой инструментарий он как бы очень близко интегрирован с основным развитием того языка программирования которым вы пользуетесь и как бы в этом смысле ему доверие слегка побольше так ну понятно общая идеология разработки то есть когда вы будете программировать используем одного единственного инструментария у вас как бы в мозгу будет единственная дисциплина а если вы их пользуетесь десяток ими то наверное у вас там будет этих дисциплин тоже десяток и возможно они будут конфликтовать дом вот понятное дело что чем больше фреймворк тем больше сообщества вокруг него мы как раз сейчас будем на это смотреть вот вот такие вот фиговины под названием как бы фреймворки понятное дело что основное назначение фреймворк в как таковых это на самом деле целевые большие области ну там веб-разработка или big data или там графика на вот такого объема здоровенные фреймворки но опять-таки их тысячи мы про них не успеем даже перечислить их за эти самые время которые нам отведено поэтому мы этим заниматься не будем а сосредоточимся на таких глобальных фреймворках то есть на инструментариях которые условно говоря на все случаи жизни вот и вот тут если мы ищем инструментарий для си для языка программирования си казалось бы очень популярный язык очень низкоуровневый первое что хочется сделать написать для него хорошую годную библиотеку чтобы не как бы не заморачиваться вот этими самыми низкоуровневыми штуками выясняется что таких библиотек по сути две причем на самом деле их три но две оставшиеся можно считать по половинке как то так значит единственная живая цветущая и активно развивающиеся инструментарий для северка так сказать на все случаи жизни попавшиеся мне может я плохо искал это глиф про него мы будем говорить и даже в него тыкать вот но параллельно с глибом есть еще две штуки один называется apache portable runtime вот создан ровно для той же самой версии для той же самой причины есть на него посмотреть тут где-то должны быть должна быть документация вот она например о узнаете в чем сделана документация для пашпорт был рантайм правильно это doxygen причем как видите титульные страницы у него нету но зато у него есть модуль в огромных количествах и мы можем посмотреть что умеет apr он умеет свою 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 систему поддержки ошибок он умеет свою значит кроссплатформу работу с файлами он умеет в том числе его он умеет отдельно работу с памятью он умеет работу сети он умеет с какими-то memory пулами волшебными абстрактными работать и что такое пол не знаю дальше по мелочи всякий рандом вот всякие значит самое естественно обмазка вокруг строк потому что строки в сиге это конечно печаль вот в смысле как печаль они слишком низко уровневые с ними неудобно работать как со строками вот обмазка вокруг трендов ну короче классика жанра да и какой-то мелок как к сожалению вот такая документация напоминает как бы намекает нам что проект в общем развивается не очень и мы видим что он развивается не очень его даже можно наверное погуб по папа 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 пахло хит вот тут но мы это видим невооруженным глазом до свежая версия была в прошлом году предыдущая версия была три года назад не три года назад начата отчет около того да есть у них да значит есть какой-то дев превью который уже годами в болтается в положении дев превью в общем такой очень медленно развивающийся проект главным образом нужный я так понимаю для поддержки того кто уже на нем пишет есть еще более обскурный проект под названием кори чего-то такое сейчас я попробую найти как он называется для начала я могу его не найти понимаете вот он настолько обскурный что он так вот спроста не гуглиться ладно слушайте давайте я не буду даже его искать короче это опенсорная разработка ребят из apple предназначена ровно для того же чтобы писать условно говоря на оси чтобы писать на оси в том числе по домокось и в какой-то момент они сделали этот инструментарий свободным потом значит люди к нему написали обертку чтобы еще можно было под линукс писать ну в общем популярность этого инструмента такова что его не вспомнил значит отвечаю андрею на вопрос смотрите все плюс плюс имеет очень хороший очень очень большой и совершенно я бы сказал невообразимый набор средств программирования как язык программирования собственно это такая организованная свалка всех возможных приемов программирования которые только есть ну там понятное дело что не все потому что некоторые там получаются хуже некоторые но мы не можем свалить в один фи плюс плюс тем более в его стандарт все а приемы решения прикладных задач это было бы нереально совсем это значит весь интернет сложить все плюс плюс и б все методологии решения этих задач то есть даже на мета уровне когда мы говорим что вот мы будем решать нашу задачу с помощью такой-то методологии для этого возьмем такой-то такой-то фреймворк даже на этом уровне все равно эта задача неподъемный и запихать это в 11 плюс плюс невозможно ну грубо говоря какие-нибудь странные куски из ну не знаю бигдаты да или какой-нибудь универсальная поддержка работ с файлами во всех операционных системах это явно не требование си плюс плюс вот в пользу вашего вопроса скажу что да в действительности си плюс плюс как именно набор программных средств но смысле инструмент программирования развивался именно так что есть буст в котором идет тестирование и решишь и как только мы решаем что или still раньше раньше был СТ как только мы решаем что данный инструмент хороший год на его немеданно включают в основную библиотеку россия плюс плюс ее и он становится как бы частью си плюс плюсу то есть в этом смысле все плюсы сам себе инструмента ну вот мы попробуем сегодня успеть проговорить под пропуты и мы там увидим, что есть задачи, которые не должны решаться на уровне стандарта языка. Ну так вот, возвращаясь к нашим баранам, точнее к нашим тулкетам, единственный живущий на сегодняшний день проект называется GLEEP. Сейчас я найду от него нормальную документацию. Вот она. Вот она. Вот. Проект GLEEP. Это часть разработки окружения GNOME, которое предоставляет графический интерфейс, большое количество вот того самого в рамках проекта GLEEP, большое количество абстракций для языка программирования СИ, и даже некую методологию объектной разработки программ на СИ мы сегодня в нее очень-очень легко потыкаем. GNOME написан на СИ, и вся вот эта вот кухня, которая вокруг него творится, она СИшная. И это, пожалуй, такой самый известный из больших проектов, который написан чисто на СИ, и на СИ же как бы разрабатывается. Сразу скажу, что помимо языка программирования СИ в GNOME есть штука под названием ВАЛА, это такой высокоуровневый язык разработки. Но что с ней не так, я не знаю. С этой самой ВАЛой. Вот. Она существует, она жива-здорова, на ней программируют, на ней пишут. Вот, фактически, это транслятор в соответствующие глибовские и ГДК-шные конструкции, но почему-то вот программировать на СИ с помощью GNOME, гномовских библиотек и глиба продолжают люди. Давайте просто посмотрим, что этот глиб умеет, вот-вот пролистая вот это, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот это, да? Значит, ну, это неинтересно. Глиб преопределяет все СИ-шные макросы, даже если для этого, не макросы, типы, все СИ-шные типы данных, даже если для этого нужно заменить один тип на такой же точный. Например, чар СИ-шный и ГЧар глибовские, они абсолютно одинаковые, это одно и то же. Вот. Зачем он это делает? Чтобы обеспечить некоторый уровень косвенности, и если вдруг кому-то в голову придет перебить ГЧар и сделать его каким-то более хитрым, то это можно будет сделать, если вы пользуетесь методологией глиба и используете именно ГЧар, а не просто чат. В рамках этой иерархии типов есть, разумеется, преобразование типов в свое, свои собственные работы с числами, в частности, свой собственный числовой тип, который называется bounce checking, то есть, когда у вас при переполнении, в отличие от СИ, возникает что-то, уж не знаю, что они там делают. Вот. Я думаю, какой-нибудь ассерт бросают. Короче говоря, всякая базовая подкладка под будущее программирования, связанная с типами и некоторыми соображениями, например, об атомарности операции. Вот эта вот штука для написания приложений. Приложение понимается в терминах условно-графического приложения, хотя совершенно не обязательно, до графики мы еще тут не добрались, но тем не менее, вот как классическое графическое приложение гуевое устроено так, что у вас есть мейнлуп, который ловит события, так и классическое глибовское приложение устроено так, что есть мейнлуп, который ловит события и, как бы, внешние источники событий, которые туда поступают. Вот. После чего вы можете это затрейдить, пожалуйста, вот треды, да, кстати, наверное, я сделал неправильно, вот так надо делать. Вот, пожалуйста, вот треды, да, очереди сообщения, какие-то плагинчики даже можете писать к своим программам, да, отдельная работа с памятью, хитрая, чтобы, значит, в крупных проектах не было текучки, ну и так далее. Вот. Отдельная кроссплатформенная работа с потоками данных, чтобы в разных операционных системах она работала с одинаковым интерфейсом, отдельная подсистема ошибок, отдельная подсистема осершенов, ну, в общем, достаточно такой полный аппарат, все написано на C, вы увидите, как это выглядит. Вот. Смотрите, Андрей, вы просто были удивлены, потому что не знали, что Glipp никакого отношения к графике не имеет. Glipp, это, мы сейчас это увидим, это набор удобных шаблонов программирования на C, который, ну, скажем так, не то, чтобы я его рекламировал, да, но если ваша задача состоит именно в том, чтобы писать довольно толстую, развесистую программу исключительно на C, то Glipp ваше решение. Вот. И график тут совершенно ни при чем. Вот. А вот это, собственно, Utilities, это вот тот самый сборник инструментариев на все случаи жизни, который и делает Glipp вот тем, о чем я тут рассказывал Андрею. Смотрите. Да? Работа со строками, работа с кодировками, в том числе с Unicode, какая-то, как это кодирование B64, работа с чексумами, свой собственный инструментарий по интернационализации, на самом деле, конечно, гидтекстовый, но обмазанный всякими штуками, работа со временем и таймзонами, свой собственный инструментарий вокруг случайных чисел, всякие колбеки и хуки, свой собственный инструментарий для построения лексических анализаторов, ну и, в общем, слегка всего много. Да? Что еще там? Работа с файлами, работа с процессами, работа с гипертекстом, универсальными локаторами, собственный, собственный работ с XML, с XML, да, RGXP, даже специфические виды работы с файлов. Да? относительно типа данных, как я уже говорил, переопределено все, но введено изрядное количество очень удобных типов данных, мы их как раз сегодня попробуем потрогать, чтобы время, если времени хватит, вот, смотрите, значит, реализованные списки, двусвязные списки, очереди разного рода, значит, хэштейбл, это словари, это как в питоне словари, мы вот их потрогаем точно, да? Специальные строки, которые не являются этими самыми сишными строками, а именно строки, которые там растущие, вариабельные, со своими этими самыми, и их подмножество, а, нет, группа в стрингс, значит, не знаю, что это так, массивы, причем массивы, в понятии, в понятии глиба, массив, это то, что в питоне называется лист, это динамические массивы, с возможностью хранения чего угодно в них, вот, массивы указателей, собственно, вот это массивы, с хранения чего угодно, очереди, волшебные кварки, кварки это такая фигня, когда вы работаете со строками, вернее так, храните строки, а работаете с интеджерами, и эти интеджеры однозначно определяют те строки, с которыми работаете, вы же понимаете, как, например, сравнение такого рода строк превращается в атомарное, константное сравнение кварков, из линейного в константный, наборы данных вроде таблиц, универсальные типы, ну, короче, черт лысый, значит, что еще, свой инструментарий, уже не сишный, а бинарный, в смысле, программный инструментарий для поддержки интернациализации, своя система тестов, только здесь она деприкатит, там где-то в другом месте есть, на букву Т, тестинг, вот, а может и нет, кстати, не знаю, в общем, как видите, куча всего, значит, я это все прочел вслух, именно для того, чтобы показать, что с точки зрения разработчика вот подобного рода инструментариев является инструментом на все случаи жизни. Вот, значит, попробую ответить человеку по имени Маркизио. Смотрите, единственный, противо, единственное, но очень важное противопоказание против использования инструментария, вот конкретно глиб, и похожим на него, в том, что вам приходится а, этот глиб с собой таскать, б, поддерживать дисциплину разработки, принятую в среде гном-девелоперов, вы, вы не управляете, вы не управляете процессом разработки гнома, и поэтому, если вдруг там что-то поломают или задеприкатят, вы будете от этого зависеть. это общее соображение про использование любого инструментария вообще, но в случае, если этот инструментарий маргинальный, скажем, вы пишете программку, которая там в числе прочего работает с каким-то специфическим форматом картинок, ну, не знаю, там, RAW, либровый используйте какой-нибудь, да, то большая часть вашего кода написана в том стиле, который вы хотите, затем написана прокладка под чужой код, а затем ну, под Лебро, да, в данном случае, а затем вы пишете, значит, что-то конкретно взаимодействие с Лебро. В случае, когда вы пользуетесь большими репозиториями типа Глиба, вы пишете на Глибе, да, то есть вы работаете именно в этой парадигме, а не в какой другой. И это главное предупреждение, почему ее можно не использовать. Вот. В остальном-то, в общем, ничего худого, она не такая большая, да, она, в общем, не шибко бажистая, хотя, ну, все бывает, чем больше кода, тем больше багов. Вот. Так что, ответ на вопрос, в какой момент использовать подобные фреймворки, очевиден, да, если вы хотите сэкономить в себе время и не страдаете от того, что вам придется зависеть от, ну, практически во всех своих данных вам придется зависеть от этого фреймворка. Ответ на второй вопрос, должен ли проект изначально продуматься под конкретный фреймворк, я бы сказал, нет. Вы сначала ставите пользовательскую задачу, большую, а потом, как эксперт, как аналитик, ходите в интернетах и смотрите, какие бывают инструментарии. Дальше вы на стадии ресерча пробуете разные инструментарии для таких нулевых приближений к решению проекта. А вот потом вы, собственно, выбираете конкретный инструментарий, пишете хорошее, годное техническое задание, вот уже финальное, ну, не как финальное, техническое, да, непроектное, техническое. И вот в техническом задании вы говорите, да, мы будем пользоваться клибом, потому что я все решил, у нас, как бы, мы доверяем сообществу гном в смысле качества кода, если что, там есть инструменты тестирования, все будет хорошо, вот, а такие-то, такие-то, такие-то штуки, ну, не знаю, там, двойные списки, словари, используйте с клибом очень удобно. Если вам нужны только словари, поищите в интернетах реализацию словарей и больше ничего. Возможно, это будет удобнее, чем использовать весь глиб, потому что вы пишете на своем, в своем стиле, со своим кодом, со своей дисциплиной программирования, а вокруг него делаете. Отвечаю Андрею, да, есть, мы про него даже, я вскользь даже упоминал, но насчет того, насколько там прям вот ТДД поддерживается, я не знаю, давайте на этот вопрос я прям сейчас не отвечу, да, вот у меня эти кэши сгорели, вот когда у меня был, у нас была лекция про модульный, про тестирование, я еще мог на это ответить на вскидку, а сейчас не помню. Окей, мы возвращаемся, мы возвращаемся к нашим баранам, и я считаю, что время болтовни временно, время временно закончилось, болтовни, и мы, давайте немножко попрограммируем в конце концов, а то, что это мы? с вашего позволения, я, наверное, всех уже утомил, но я все-таки воспользуюсь для сборки нашего проекта автоконфу, автотулсами, просто потому, что это отчасти быстрее, сейчас вы увидите, почему, давайте я возьму свою шпаргалку, чтобы время не терять, конфигуряк, конфигуряк, где конфигуряк, вот конфигуряк, вот он, ну, кстати, вполне нормальный такой конфигуряк, как видите, ничего там лишнего нету, кроме конфига сердца диро, который мы сейчас с вами поправим, да, это уберем, не так, не так и не так, все неправильно я сделал, все я сделал неправильно, надо сделать вот так, я даже с вашего позволения не буду писать, не буду писать сначала программу, а потом запускать этот самый автоскан, просто для экономии времени, просто сразу объясню, что тут происходит, как видите, совершенно стандартный конфигуряк, у которого единственное, чем он отличается от того, что мы с вами делали, ну, тут еще надо было написать, ну, ладно, забейте, вот, вот тут надо было написать имя, фамилию, отчество, в смысле, название пакета, версию и баг-репорт адрес, давайте мы даже этот гобжик уберем пока, он нам не нужен, вот, совершенно стандартный конфигуряк, у которого вызван макрос, импарт глип 2.0, мы пользуемся глип 2.0 для нашего нашего эксперимента, вот, который нам собственно понатыкает в наш макфайл нужные мракосы, связанные с тем, с какими библиотеками компилировать наш глип, наш программу на глипе написанную, и какие инклюдники, в каких местах лежат инклюдники. Как раз ради этого я все это и затеял, мы сейчас все это увидим, и, значит, да, ну, ничего, макфайл.am, что там, ну, я забыл, давайте, давайте, это, в шпаргалку поглядим, вот, бинт программ, давайте мы напишем только пока одну программу, назовем ее, боже, ну и название глист, господи, ну, хорошо, пускай будет программа под названием лист, а то что-то как-то страшное у вас, и вот, собственно, ради чего, ради чего все это затеивалось, это вот эти два макроса, так, отсюда мы уходим, вот, вот эти два макроса, смотрите, вот это, и вот это, собственно, ради этого мы воспользуемся AutoTools, кстати, сказать, правда, не совсем ради этого, потому что дальше у нас еще будут программы сами собой генериться, ну, короче, теперь давайте мы, значит, я нашел, к сожалению, еще немножко болтовни, к сожалению, сообщество программистов гномерских и людей, которые пользуются вот этим всем инструментарием, я так понимаю, придерживаются той идеи, что документации на программу достаточно, документации на библиотеку достаточно, чтобы на ней программировать, ну, действительно, смотрите, видите, тут вот, например, хэштейбл, если мы успеем, мы его тоже потыкаем, тут все написано, что происходит с хэштейблом, вот, например, эти самые двунаправленные списки, пожалуйста, тут все же написано, да, вот, берем любую функцию, про функцию все написано, будем считать, они считают, что документация это вот это, к сожалению, когда я попытался подготовиться к лекции за FixNumTime, прочесть всю эту документацию у меня почему-то не получилось, прочесть один кусочек у меня получилось, но тут упоминание всяких сущностей, с которыми я опять-таки не знаком, не хватает учебника, учебников по глибу я нашел один, прописью один, на сайте Developer Works, IBM Developer Works есть шикарная статья 2005 года, которая практически не устарела, о том, как пользоваться глибом конкретно вот этой его частью, она, пожалуй, самая интересная, хотя вот эта тоже очень интересная, но мы всего не успеем, поэтому, если мы воспользуемся тем фактом, что у нас есть учебник, и по учебнику что-нибудь сделаем. Вот, значит, там, ну, вот, допустим, допустим, однонаправленные списки, раз речь зашла о списках, пускай речь пойдет о списках. Это как раз относительно несложная штука, потому что, потому что, потому что, ну, списки мы можем руками, мы это, все, у кого был практикум, списки резолюру руками, но, тем не менее, лист.си, кажется, он назывался лист, да? Да. Кстати сказать, все, кто будет копипастить из этого кода, обратите внимание, что волшебный движок IBM DB Works, видите, вот эти квадратики, это звездочки, превратил обычную звездочку в необычную, вот, так что не забудьте сделать что-то вот такое, что-то, что-то вроде, сейчас, вот, что-то вроде такого, так, извините, мне это слишком большая картинка, вот, я еще привык писать вот так, не знаю почему, вот, значит, давайте, что мы здесь делаем, ну, ничего интересного нету, давайте мы просто проанализируем эту программу, давайте для начала ее, конечно, запустим, сначала запустим, поговорим про сборку, а потом посмотрим на ее код, я надеюсь, что она заработает, конфигуряк, лист, вроде все нормально, ну, в общем, наше классическое заклинание, так, что-то не заработало, а, сидешь нам нужен, обратите внимание, давайте поговорим про сборку, прежде чем посмотрим на исходный код, обратите внимание, что наличие, наличие соответствующего мракерса в конфигуряке привело к тому, что у нас еще проверили, что глиб вообще есть, и что у него версия больше, чем 2.0, потому что там поменялось API, кажется, и API тоже, боюсь соврать, вот, то есть, конфигурь за нас позаботился о том, чтобы в том месте, где мы будем потом собирать этот проект, проверить, что есть глиб, ну, вот он есть, теперь относительно сборки, обратите внимание, что помимо всяких штук, которые нам автотолст туда напихивает, в компиляцию попало, например, вот такой минус и, да, вот, а в сборку бинарника попало вот такой минус и, или где он тут, вот он, зачем я ему минус и, не знаю, видимо, это какие-то отрыжки, отрыжки автоматического генератора, вот, а откуда взялся этот минус и, а тут откуда взялся минус и, ну, скорее всего, он взялся из пкг конфига, конечно, пкг конфиг, минус, минус, чё, сифлаг, ой, чё там, глип 2.0, о, да, значит, вот эта вот штука взялась из пкг конфиг минус-минус, сифлаг, вот она, прямо один в один, обратите внимание, по умолчанию, по царе нужен, вот, но он там сам проверяет, он нужен или нет, потому что здесь его, например, нету, вот, а вот эта штука, естественно, вторая взялась от, минус-минус эллипс, ну, опять же, ну, минус, алип, вот, мы, в принципе, могли все это сделать сами, мы могли вызвать пкг конфиг, мы могли вызвать его в мейк файле, в бэктиках, чтобы эти ключи получить, но за нас это все сделал автокон, ради этого, автотулз, ради этого, собственно, все, и о, умный гцц, теперь умеет говорить, так, ребята, вам не хватает с деваж, давайте вы сделаете вот так, вот вам патч, да, ну, хорошо, так, давайте теперь заглянем сюда, что здесь происходит, обратите внимание на упрощенный интерфейс работы вот такого рода программы, смотрите, мы заводим некоторую переменную лист, типа gs list, single, однонаправленный список, который равно нул, мы не паримся, когда берем и добавляем в этот список, элемент, мы не паримся, а, типом этого элемента, нигде, обратите внимание, да, мы не паримся, тем фактом, что изначально он был нул, а потом он стал не нул, видите, да, давайте мы еще воспользуемся, там есть, помимо аппенда, есть еще что-то вместо инсерта, инсерта называется она, сейчас я скажу как, или мы его еще не запустили, ну, а, припенд, вот, еще припенд, давайте, мы правда не знаем, в какое место он вставляется, мы там сейчас вот с итераторами побалуемся, увидим в какой вставляется, но, в общем, классно, так, пробуем, работает, ну вот, значит, все хорошо работает, обратите внимание на две вещи, которые мы уже, на три на самом деле, первое, еще раз, мы не паримся с тем фактом, что лист то ли нул, то ли не нул, за это, это за нас делает функция, мы не паримся с тем фактом, какого типа элемент мы сюда добавляем, это очень опасная штука, требует серьезной дисциплины программирования, если вы положите туда хрень, там будет хрень, если вы прочитаете эту хрень, думая, что это строка, сами себе зломный Буратино, натурально, вот, но, соблюдая эти нехитрые правила, да, жесткой дисциплины программирования и постоянное слежение за своими руками, вы увидите, что ничего лишнего, вот, и третье, на что имеет смысл, и третье, на что имеет смысл обратить внимание, это на то, что мы делаем free от всего списка, этот free от всего списка просто, тупо, зануляет обратно, нул, вот эту штуку, но при этом никаких потерь памяти не происходит, то есть, какую-то сборку мусора от анрев элементов за нас делает глип, и это очень важно, смотрите, если мы с вами бы построили программу на чистом C, в котором мы реализовали свои списки, добавили туда кучу элементов, а потом взяли и тупо корень списка занулили, то волгринд нам бы сказал, что у нас дохрена анрев памяти, которую мы сами не чистили, давайте попробуем пройтись волгриндом по вот этому листу, во, чисто как в аптеке, то есть, мы создали список каким-то способом, мы добавили туда три элемента, мы занулили ссылку на этот список, в памяти ничего, скорее всего, перед тем, как наша программа завершила работу, глип еще что-то такое сделал, что все эти референсы нам побил, вот, хорошо это или плохо? Это хорошо до тех пор, пока вы пишете несложные программы, где у вас анрев объекты легко потом все посчитать, это плохо, когда вы начинаете упражняться с циклическими ссылками друг на друга, еще чем-то, вот тогда у вас будет лик, и вообще в этом смысле вы должны за собой следить. Опять, дисциплина программирования поможет вам писать быстро и просто, отсутствие дисциплины программирования поможет вам очень быстро и очень просто написать неработающую программу, которую невозможно отлатьить. что еще умеют списки, да, давайте мы поглядим на них. Давайте смотрим в документацию, в смысле в учебник, можно из него удалять, можно ходить по спискам, искать н-ный номер, реверсинг есть свой собственный, понятное дело, потому что, но я хочу, я хочу, чтобы была итерация, я хочу, чтобы была итерация. Так, давайте посмотрим, как это делается. О, простой, во, отличная штука, отличная штука итератор. Это еще одна фишка глиба, в котором поддерживается такая вещь, как итераторы, и прям, да, значит, сначала простая вещь, простая вещь, она простая, нам не нужны никакие итераторы, на самом деле, мы просто говорим, что у нас есть еще один нод, да, звездочка нод, вот, и дальше мы вместо того, чтобы сделать for, нод нод равняется чему там, ну, нашему списку, он лист, пока он у нас не пустой, нод равняется, че там, ноднекс, ну и принт, ну и принт, ну и принт, принт что, проценты s, запятая, бухслейшин, конечно, как они там делают, как они там делают, ну, . да, 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 елки-маталки, мне кажется, что это никаких проблем у нас не должно быть, кроме того, что тут гпойнтер, 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 а, я знаю, что надо делать, чукчер знает, что надо делать, можно либо, это понятное дело, да, значит, вот как раз настало время ответить на вопрос Андрея, отвечаю на вопрос Андрея, обратите внимание на то, что это был даже не ошибка, warning, то есть на самом деле нету никакой типизации, это просто какой-то пойнтер, указатель, вот, напоминаю, что мы с вами программируем на языке программирования C, который устроен по принципу захотел, получил, захотел закастить int в чар звездочка, закастил int в чар звездочка, не делайте так, да, захотел закастить непонятный пойнтер звездочка в чар звездочка, закастил, работает, то есть нет никакой типизации, нет никаких проверков этих типов в макросах, разумеется, нету никаких функций с перегрузкой, потому что таких свойств в C нету, есть представление о том, что вы передаете указатель на что-то, и это ваши проблемы, на что это указатель, дисциплина программирования, правда, если мы успеем потыкать, очень хочется успеть потыкать еще в object, как только вы переходите на объектную модель, она сложная, но там как раз проверка типов будет, и она будет обмазана марксами, но это чуть позже, если успеем, окей, я просто закастил, обратите внимание, что третий элемент вставлен сначала, ну а понятное дело, что еще интересного рассказать про списки, а, да, значит, наверное, надо, наверное, надо сделать вот так вот, а потом удалить, удалить, удалить это, вот, удалить, вот, вот эта вот строчечка, сейчас я покажу, о, а что там, second, все, все, в общем, как бы, никаких проблем, это как раз самая неинтересная часть, да, видите, было 4, стало 3, все хорошо, главное другое, смотрите, вы видите какую-нибудь ошибку, при попытке удалить, или не существующий элемент из списка, ее нет, опять, дисциплина программирования, вы гарантированы от ошибок такого рода, от всяких дереференсов, дурацких от всего, но вы сами должны проверять, вообще был там этот трэш или не было, вот, обратите внимание на то, что вот в этом примере, вот здесь вот, вот здесь вот, мы пользуемся, так сказать, сишным методом доступа к полям, и вообще говоря, если мы внезапно захотим что-нибудь неправильное подериференсить, то произойдет настоящий, конечно, ну, например, вот мы залезли куда-то, или у нас испортился вот этот next, мы его сами испортили, короче, мы лазим внутрь реализации, чтобы этого не делать, можно поступать двумя методами, сейчас я пытаюсь вспомнить, что я хотел показать еще сегодня, а, я хотел показать, как к нему сходить к элементу, да, я хотел показать, как сходить к элементу, для этого надо что написать, а вот, нет, это remove, ладно, фиг с ним, не буду тогда на этом затачиваться, в общем, ну, скорее, скорее объектного, вот, вот я хочу успеть еще про нее рассказать, но тут еще итератор нужен, ща, вот, давайте поговорим по итератору, и дальше, дальше не будем, дальше не будем, трогать, потому что учебник большой, я еще там, а, вот, 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 glist find, вот, значит, смотрите, давайте прямо напишем print, print, дельта, и чем у нас там есть еще секунд какой-нибудь, да, так, значит, make, что-то я там не сделал, а, я мне скобочку не закрывал, и еще, мне кажется, что, надо их тоже все было закастить, иначе у нас сейчас будет, да, а, то есть у нас ну приезжает, это, тогда мы не можем так сделать, сделать, сделаем вот так вот, вот, окей, это последнее, что я, это последнее, что я хотел сказать, вот, обратите внимание вот на что, что у нас функция find, которая этим занимается, она просто возвращает glist find, да, slist find, она просто возвращает ссылку на соответствующий элемент, если он есть, и null, если его нету, вот и все, видите, null, пустой, да, значит, это адрес, по этому адресу лежит, узел списка, он из двух элементов, в общем, вы меня поняли, я хотел еще про итератор рассказать, и про объектную модель, и на этом закончить, ой, надеюсь, я успею, хотя придется, видимо, объектную модель прямо из шпаргалки вам показывать, ну и ладно, покажу из шпаргалки, значит, итератор, как видите, это обычный цикл, но, объекты в, грибе итерируемые, мы можем определить функцию, которую мы будем бросать в итератор, и эта функция будет обходить все элементы, значит, нашего итерируемого объекта, во, сейчас покажу, бла-бла-бла, нет, не сюда, advanced interaction, вот, смотрите, так, тут какие-то два разных, две разных темы, я, давайте, определим одну, чтобы, значит, не мучиться, окей, что мы делаем, мы описываем этот самый, этот самый, описываем эту самую, функцию, которая будет вызываться из итератора, она называется отнюдь не принт итератор, в смысле, ее смысл не в том, что она итератор, а смысл ее в том, что она вызывает из итератора, кстати, не нашли ли мы, нет, не нашли, что она вызывается изнутри итератора, поэтому она должна называться да фиг с ним пускай называется так обратите внимание на то что у нее вообще говоря универсальные типы данных г-поинтов который фиг его знает какие на самом деле поэтому наверное тут надо их на чар звездочка чар звездочка переделать иначе будет иначе будет проблема вот так вот для того чтобы сходить по итератору нашего итерируемого объекта в глибе достаточно вызвать специальную функцию сходить по итератору нашего интерьера объекта она выглядит вот так вот это это цикл типа for each если кто знает c++ там есть такой for и двоеточие да пост по нашему итерируем у объекту любому будет вызван метод будет вызвана функция под названием print итератор который будет передан очередной элемент ну и в качестве декора в качестве декорации к этому элементу будет перед еще префикс вот обратите внимание что это стандарт то есть если мы хотим написать более простую функцию здесь должны передать ну вас я сильно подозреваю что да ну давайте попробуем о значит еще раз цикл for each для итерируемых объектов вызывается вот так на этом я хочу закончить рассказ про глиб потому что он может длиться долго как видите штука вкусная невкусности вы будете ловить гораздо более потом когда напишите большой проект и в каких-то местах случайно нарушите дисциплину вот и там начнется я как монтейнер пакетов написанных на глибе и отлаживающий баги которые там вылезают вам гарантирую это но чем больше дисциплина тем круче получится на текущий площадь на программе а блин очень хочется значит очень коротко на самом деле глиб продвигает парадигму объектного программирования это объекты более того есть специальная библиотека которая называется гобжет которая эту парадигму окончательно разворачивает то есть вы с помощью гобжет можете написать объектно ориентированную программу на чистом си с классами конструкторами классов конструкторами объектов виртуальные функции вот этим все есть неплохая хотя чуть-чуть путанная статья на хабре я на нее ссылку дам вот она там где тренируется на кошечках вот я статью почитал у нас очень мало времени поэтому я не буду сейчас перед вами разворачивать всю эту картину я просто скопирую туда нужные файлы значит это у нас будет кэд кэдс . си аж и китти по моему . вот посмотрим make файлы м добавим что-то типа по-моему это так пишется давайте проверим да я я был прав вот давайте закометим а не нормально ой 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 там гобжета не хватает извините вот здесь вот не хватает указания что мы используем гобжект вот вот такой должен быть ну значит оставшиеся параметры этого макса что тут у нас версия глиба что делать если он нашелся что делать есть не нашелся нужно проверить что есть гобжет потому что мы пишем на гобжете ну давайте еще разок о проверяется что есть гобжет вот у нас наш китти он работает теперь давайте в него посмотрим вот значит в чем идея пока она компилируется то у нас время совсем кончается значит идея состоит в том чтобы создать некоторую фреймворк инструментарий для разработки объектно ориентированных объектных скажем так для объектного планирования и разработки программ использующих объекты и классы вот на си выглядит это как давайте прям китти .c и китти .c х как в классическом си плюс плюс я точнее да мы начинаем с разработки хедера хедер устроен следующим образом мы говорим что мы используем гобжет мы запускаем специальную пачку макросов которые собственно вот дальше будут работать и мы говорим следующее я собираюсь объявить тип под названием кэт вот и даже не будет функция которая будет его возвращать 20 как гитар вот эта часть и вот эта часть они строго регламентированы там потом будет большая макросная обмазка которая будет эти части значит из них конструировать название классов название функций которых возвращает и так дальше я бы объявляю тип который будет называться кэт функции префикс функции будут называться как с маленькой буквы они будут являться частью модуля то есть пространство имен под названием модуль соответствующие куски макросов будет начинаться на кэт большое а тип этот унаследован от общего объекта который называется гобжек то есть передок у него гобжет поскольку этот тип декларируется как файл у нас не будет возможности от него наследоваться а это значит что нам не нужно писать свой собственный конструктор класса в котором мы будем перебивать те поля класс которые и методы класс который мы собираемся при наследовании менять вот это файл тайп у него не будет наследников значит структура содержащая описание самого класса будет сгенерирована автоматически а вот структура содержащая описание объекта мы должны предусмотреть обратите внимание что она начинает что описывается вот так подчеркивание вот этот самый к что у нас есть ссылка на родительский класс для того чтобы значит вызывать его методы в случае чего имя кошки и метод скажи мял метод который будет создавать новый объект типа кэт метод собственно конструктор метод скажи мял это все что нам нужно в ваш файле описать теперь библиотечка библиотечка с реализацией класса описанного хейзер мы говорим все определяем тип кэп тип кэт значит префикс кэт типа объект реализуем метод c мял он говорит c мял то есть сэлф нейл сэйф нейм сказал мял реализуем два инициализатора которые нам в принципе не нужны потому что они ничего не делают но они могут понадобиться для конструктора класса если у нас наследуемые классы и тут можно что-то такое перегружать виртуальной функции например и конструктор объекта если у нас в объекте при его создании что-то должно происходить в данном случае не происходит ничего мы просто вызываем родительский конструктор и не мучаемся ну и неё инициализатор объекта к сожалению термины в глибе не такие как в питоне у меня в голове некоторые мешанина ну в общем вот это конструктор на самом деле они цели это какой-то заполнять конструктор объекта нашего кэт мил который вы там определили ваш файле который собственно делать всю за нас работу он создает новый объект вот вот такого типа он заполняет именем поле объекта обратите внимание на функцию герстер дуб и он внимание раскладывает в поле объекта метод объекта собственно тот метод который ту функцию который будет вызываться мы все это должны делать вручную на самом деле все это всегда делается просто ну вот си плюс плюс у нас это все занавешивает да а в глибе нам приходится делать вручную положить метод объекта самостоятельно вот в сконструированный класс скрыл сконструированный экземпляр вот это конструктор экземпляра класса конструктор класса нам не нужен инициализаторы соответствующего класса и соответствующего экземпляра ничего не делают только печатают соответствующие сообщения все теперь как все этой байдой пользоваться очень легко инклюзим наш каташ который все описание есть говорим объект типа кэс создается с именем кити объект типа кэс создается с именем снова и и дальше они по очереди мяукают все то есть всю подноготную все кишки объектной парадигмы мы реализуем руками вот по возможности не 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 реализуя те части которые будут авто сгенерированы то есть тут много генератор вот результат вот обратите внимание что в результате добавления глиба в конфигуре приехал вот такой дополнительный библиотека смотрите что произошло значит описатель класса и нет класса сказал да мы изобрели котов и нет объекта сказал тут зайти вы тут создали объект код еще один объект код и дальше мы сказали на умел это как об но инкапсуляции в глибе тоже есть просто сейчас мы ее вообще никак не не посмотрели значит кому интересно идите на хаббр прошу прощения и смотрите вот этот цикл статей я положу ссылку в конспект лекции на этот цикл вот то есть принципе глиб поддерживает достаточно вменяемую хотя и как вы видели непростую потому что вам приходится все реализовать вручную концепцию объектного планирования программ вот в том числе например понятие интерфейс к сожалению нету у меня времени дискутировать зачем это в принципе это извращение может быть нужно скажу только что ну разумеется не ради того чтобы все на свете писать на си потому что если вы хотите писать лучше пишите на том языке на котором удобнее а например для того чтобы смоделировать кусочек объектной модели так как вы хотите они так как это сделано в конкретном языке то есть как вы понимаете абсолютно все кишками наружу поэтому какую хотите логику объектного взаимодействия такую и реализует ну плюс вот люди дискутируют с автором этой статьи про котов там он тоже приводит кое-какие аргументы у нас осталось 0 минут но мне нужно еще чуть-чуть времени для того чтобы вот про это поговорить вас значит про boost мы уже с вами немножко говорили поэтому я сокращу рассказ про него boost действительно по современном мире воспринимается как библиотека в которой происходят эксперименты с целью потом это включить в стандарт c++ стандарт библиотеки но так или иначе в бусте ну например итераторы уже приехали все плюс плюс я думаю что в бусте вокруг них только написаны какие-то волшебные штуки так или иначе в бусте есть разные вещи которые все плюс плюс не приедут никогда на по реализации конкретных популярных алгоритмов например верхний уровень поддержка трэдов потому что она не совсем кроссплатформенная вот например всякие ну короче сходите посмотреть да значит есть некоторые передовые направления которые бессмысленно включать в стандартную библиотеку c++ пока бессмысленно вдруг потом включат я не знаю вот в пусть они отлично значит вот разрабатывать особняком стоит библиотека под названием куты про которую быть может имело смысл было рассказать побольше потому что я обещал чтобы обещал показать зачем это будет нужно давайте я наверное все таки схожу на куты и просто буквально за минуту буквально за минуту покажу в чем ее смысл во первых это потому что когда автор объем струб написал эту самую книжку проси плюс плюс никого куты еще не было все очень просто а то которое было было не свободным вообще так что ну если бы да значит давайте я где господи прости как я ненавижу вот эти сайты модные в ой нет это тоже неправильно ездим нормально техническая информация нету окей не пойду на сайт куты чё-то они да о википедии посмотрим там наверное лучше во значит смотрите да действительно спасибо википедии значит идея использования такого здоровенного фреймворка на плюс плюсе состоит в том что он прозрачно кроссплатформенный во первых то есть вы пишете программу которая работает сразу в нескольких операционных системах в том числе не только там windows linux macos а например там всякие странные штуки даже он на себя не работал в свое время в каком-нибудь queen x и будет работать вот в том числе с поддержкой различного графического окружения кстати а queen x то я сказал или выкс может это не просто графический toolkit совсем-совсем а в первую очередь именно что кроссплатформенная библиотека всего в которой есть ну вот видите да название говорят сами за себя за счет поддержка сети графики собственность подсистема справки собственные модульные тестирования работа со сквелем работа с opengl работа с вебом и веб-китом короче говоря ребята из qt стараются чтобы внутри библиотеки было все чтобы вообще не выходили чтобы вы были такие классические классические примороженные девопсы до чтобы вы изучили qt больше ничего надо сразу сказать что qt это не си плюс плюс в том смысле что когда программируете на qt вы программируете на более высоком уровне штуки потому что там есть например динамические методы есть вообще декларативный езды qt declarator вот отдельная штука декларативная есть свой собственный свой собственный дисциплина оформления кода вот ну и так дальше то есть это даже не си плюс плюс это более крутая штука раньше у них даже был собственный кумейк но теперь они перешли на цимейк насколько я понимаю и в отличие от всего остального документации пока ты она очень 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 развесистая изобилует учебниками примерами и всем остальным то есть научиться программировать на qt если вы согласны выбрать себе такую судьбину в общем сравнительно легко вот сразу скажу что вот этот над c плюс плюс qt он сложный его надо уметь ну может быть это такой челлендж тоже для вас в общем общая идея именно такая да это не только то что есть все плюс плюс и это волшебная штука с помощью которого вы садитесь обучаете своих девопсов и они типа программируют на все вот вот такая идея чтобы закончить есть всякие другие фреймворки которые пытаются повторить взять забрать чемпионский титул у qt и глибо вот просишь на и мы говорили есть еще x виджеты но это в основном виджеты хотя там тоже под капотом есть увы x есть библиотека класс партфорного всего вот и так дальше но идею вы уже поняли вот все время наше давным-давно закончилось вопросы видимо я на все вопросы ответил домашнее задание будет сегодня я пока не придумал мне еще надо вот это привести в порядок потому что это копипаста двенадцатого года и тут не все ну слегка оправдан и тут не все нормально вот так что видимо на это все главное слушайте главное объявление на следующий раз следующий раз в это время будет лекция не по разработке лекции по разработке просто не будет следующий раз будет последняя лекция из серии парадигмы программирования помните у нас было в начале первые две лекции вот в следующий раз 10 30 будет последняя лекция из линейки парадигмы программирования посвященная командно текстовому программированию и связано с этим соображением и возможно даже какой-то парадигме и поскольку она команды текстовая ничего удивительного что она совпадает с нашей тематикой разработка под линукс просто мы уйдем от вот наши типичные схемы работа си и программирование все и по программированию немножко если мне не смеет память навыка вот такое вот дело то есть она будет лежать чуть в стороне но тематика этих двух наших спецкурсов пересекается в этом месте просто я буду вести себя как человек который читает завершающую лекцию по циклу а парадигмы программирования а него они одну из лекций по циклу значит разработка вот такие дела имейте это все уже 10 минут оверлимит так что всем пока и да до новых встреч